В лесах Новой Гвинеи, и на прилегающих мелких островах, а также в Индонезии и Восточной Австралии живут птицы, с яркими тонкими шелковистыми и длинными перьями. Это ивос парадисис, райские птицы, так их называют натуралисты. В Европу первые сведения о райских птицах привез в 1522 году Антонио Франческо Пегафетов, итальянский мореплаватель, участник первого в истории кругосветного плавания экспедиции Магеллана. Извините, исправил. Фернан, Магеллан. Папласы называют райских птиц, детьми радуги. Сейчас известно свыше 40 видов райских птиц, удивительно многообразных по окраске и форме оперения. Большинство райских птиц такуют на деревьях, но есть и такие, что устраивают себе на полянке индивидуальную арену. Именно этих виртуозных танцоров мы вам и хотим показать в этом ролике. Ну что, поехали! Знакомьтесь, щитоносная райская птица Виктория, австралийский вид из семейства райских птиц. Данный вид обитает в тропических лесах Папуа Новой Гвинеи из северо-востока Австралии. Самое интересное поведение этих птиц и подростков, дело в том, что птица-подросток достигает половозрения в течение пяти лет, а до этого времени молодого самца трудно отличить от самки. Он выглядит почти неотличимо от женской особи, имея светло-коричневый окрас. Нередко молодые самцы сменив юношеское оперение на взрослые, частенько принимают подростков за самок, пытаясь по своей неопытности привлечь их внимание своим танцам. А выглядит это так. В свое время молодые самцы, пользуясь случаем, принимают уроки у взрослой птицы. Получив новую порцию знаний, наш юноша летит попрактиковаться, или похвастаться. Тем не менее, выглядит это более чем забавно. Создается такое впечатление, что это некий молодежный танцевальный батл, поединок танца. Посмотрите, как они внимательно, поочередно изучают движение соперника, а как они важны при этом, и напористы, не проникли это. Важная птица. А тем временем более опытный, и взрослый самец нашел даму своей мечты. И хоть самки почти не отличаются от подростков противоположного пола, отличия все же есть. Они имеют более темный, и ярче выраженный оттенок коричневого. Вот тут уже, танец по адресу. Следующий наш претендент на лучшего танцора, чудная райская птица. Эта птица обитает в горах западной Новой Гвинеи, на высоте не ниже 2000 метров над уровнем моря. Длина тела этой птицы, 23 сантиметра, а весит она 85 граммов. Оперение у самца бархатисто-черное, а у самки пурпурно-бурое. Для самцов этого вида, характерен сложный ритуал ухаживания, во время которого, они распускают веером черные спинные перья и задирают на грудный фартук ярко-синего цвета, как и две точки, расположенные в районе над клювья птицы, что очень напоминает светящиеся глазки. Затем, самец начинает танцевать, двигаясь полукругом рядом с самкой. Как настойчиво и требовательно, он просит самку, не созерцать за ним с веток, а спуститься к нему на танцпол. Спустилась. Шутки в сторону. Ведь он настроен серьезно. Что-то пошло не так. Зайдем с другого края. Продолжение следует... Продолжение следует... По-моему, он ее настолько загипнотизировал, что бедолага даже не поняла, что произошло. Ну и наконец, друзья, представляю вам короля птичьего танцпола, завсегдатая вечеринок и дотошного частюлю, шестиперую райскую птицу. К сожалению, образ жизни этого рода мало изучен. Известно, что самцы этих птиц полигамны, и не участвуют в высиживании и выращивании потомства, у всех самцов на голове по шесть больших перьев, эти птицы являются эндемиками Новой Гвинеи. Несмотря на довольно ограниченный ареал птицы обитают в основном в труднодоступных районах, их популяции мало подвержены опасности исчезновения, что несомненно радует. Перед танцем самец тщательно. Подчеркиваю. Самец тщательно расчищает территорию своего представления от всего мусора, потому как самку, ничто не должно отвлекать от его завораживающего танца. Как видите, он даже вычищает ложе, с которого его дама будет любоваться его танцем. Орнитологи предполагают, что самцы тем самым удаляют посторонние запахи, которые могут отвлечь или испугать самку. Ничего не должно отвлекать ее взгляда. Ни ветки, ни единого листочка. Весь мусор. Все лишнее подальше и за борт. Прошло два часа. Ну наконец она тут. Окинув взглядом масштабы уборки, она занимает приготовленное ложе. Наводит марафет на себе. И он галантен. Мое почтение. Маэстро. Музыку. Музыка. 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 Отличная уборка и профессионально исполненный танец сделали таки свое дело. Что ж, друзья, мы вам показали не самых ярких, но самых эпатажных мастеров своего дела, а именно профессионалов исполнения брачных танцев в мире райских птиц. И как я вам говорил ранее всего этих птиц 45 видов, каждый из которых не повторим своим ярким и пестрым оперением, поведением, пением и ухаживанием за самками. 38 видов этих птиц встречаются только в Новой Глинея и мелких прилегающих островах. Для справки добавлю, что райские птицы мало изучены, относятся они к отряду воробьинообразных. Вот такие они, разные и неповторимые. Дети, радуги. за просмотр, мы для вас очень старались. Ваш канал, очевидное и невероятное. Спасибо и до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok